Всем привет, друзья! Вы смотрите Developer Blog. И сегодня мы поговорим о работе с текстом в HTML. Что ж, откроем наш документ. Итак, сначала давайте разберем группы тегов. Первым будет теги верхнего уровня. Это теги HTML и тег body. Далее будет группа тегов заголовка документа. Это все теги, которые входят в title, meta-теги, различные. О них мы будем разговаривать позже. По сути, стоит запомнить, что теги заголовка документа это все, что внутри HTML. Далее блочные элементы. Такие как D, P, H1. И строчные элементы, такие как span. Но мы сейчас будем рассматривать. Также есть универсальные элементы, списки и таблицы. Их мы рассмотрим в следующий видеоурок. Давайте разберемся с блочными тегами. Блочные теги задают всю ширину, а высота их зависит от содержимого в теге. Посмотрим это на примере нашего текста, написанного в прошлом видеоуроке. Мы видим, что наш заголовок H1 занимает 100% ширины нашего экрана. И также наш тег P, абзац, который занимает также ширину нашего экрана. Стоит заметить, что блоки переносятся на новую строку. Допустим, мы видим, что наш заголовок. После заголовка наш абзац продолжил писаться не после восклицательного знака, а с переносом на новую строку. Также для наших тегов есть такое свойство Align, которое имеет несколько свойств. Изначально задано свойство Left. Также его можно изменить на центр. Видим, что наш заголовок, либо же наш текст. Давайте я подключу текст на примере, чтобы вы думали, что это можно изменить только с заголовком. Также видим, что наш текст будет центрироваться. Ну и также можно применить значение Right. Теперь наш текст будет позиционироваться справа. Наш текст будет позиционироваться по ширине. Так, нет, все правильно у нас. Просто в нашем тексте не совсем заметно. Давайте я вам покажу в браузере. Видим, что у нас увеличились пробелы. И наш текст стал центрироваться по ширине. Но я не рекомендую это использовать, так как пробел увеличивается, и неизвестно, как это использовать. Также дизайнеры это не используют, так что это редко используемое свойство. Идем к строчным тегам. Строчные теги занимают всю ширину и высоту содержимого. Также они не переносятся. Строчный тег можно заснуть в еще один строчный. Допустим, первый строчный тег, который мы рассмотрим, это тег B. Как он работает? Он делает жирным наш выделенный текст. Также я точно говорил, следующим тегом у нас будет тег I, и мы попробуем его вложить в тег B. Сейчас наш текст должен стать курсивом с жирным свойством. Видим, как бы, что у нас все получилось. Единственное, что я хотел бы отметить, что нельзя строчные теги, нет, блочные теги, писать в строчных тегах. Допустим, наш строчный тег нельзя заснуть какой-нибудь дип, либо P. Наш абзац. Следующим строчным тегом я бы хотел рассказать, это тег S. Это зачеркнутый текст. Смотрим, что получилось. Да, наш Y стал зачеркнутым. Также их можно использовать в неограниченных количествах. Наше слово LOR могло бы быть и зачеркнутым, и курсивом, и с жирным свойством. Следующим тегом я бы хотел вам сказать тег FULL. этот тег делает текст подчеркнутым, underline. Видим, что получилось. Следующим strong. Давайте я подземлю на эту сторону. Что делает стронг? Значение тега стронг схоже с значением тега B. Он также делает текст жирным, но у них разная функция. Тег стронг это логическая разметка и несет в себе важность текста. Используется это при сио-оптимизации. Такая же история приключилась без тега GEM. Видим, что наш тег наше слово также делалось конкурсивом. Но это также высот важность текста. Акцентирование текста точнее не относится к логической разметке. Далее я хотел бы рассмотреть, что изначально, когда мы записываем наш текст, вот допустим поставим мы несколько пробелов после точки типа слова элит. Допустим на ступке 15 и здесь сохраняем. Видим, что в нашем документе это совершенно никак не отображается. Изначально HTML и если мы поставим перевод на новую строку, также ничего не отобразится. Изначально HTML это не будет отображаться. Для этого используются конкретные теги. Давайте вернем. Для того, чтобы сделать перенос на новую строку, используем тег break, что означает в переводе, видим, что наш текст как бы делся перенос в строке. Далее я хотел бы рассмотреть тег pre. Как раз мы говорили о размерке. Тег pre используется для нежного форматирования текста, которое используется при записи. допустим, выделим наш текст. Смотрим, что она отобразится. Во-первых, она конформным шрифтом, во-вторых, он будет вылазить у нас. Здесь будут работать наши пробелы и переносы строк, так как мы их задубим. ну или допустим поставим 50 пробелов здесь. Все также отобразится с тем значением, как мы задавали при написании нашего текста. Что бы я хотел рассказать дальше, это про заголовки. Заголовки есть шести уровней. Давайте цифрировем наш заголовок. Расскажу на примере допустим вы пишете книгу по математике. Если вы хотите допустим какой-то сделать подраздел, книга у нас называется математика, раздел допустим сделаем раздел в теге h2 операции над числами. Книга называется математика глава 1 операции над числами. И допустим нам нужно сделать заголовок умножения. Делаем мы его с помощью тега h3. Вот так вот просто работают здесь заголовки. Далее я хотел бы вам рассказать про комментарии. Допустим если вы хотите закомментировать данную часть текста вам нужно написать открыть скобку написать восклицательный знак и два минуса либо же два тире. Чтобы закончить наш комментарий нужно написать два тире и закрывающуюся скобку. Видим, что наш текст закомментировался. Если говорить о данном текстовом редакторе Sublime видеоуроки вы можете посмотреть на моем канале. Делается это все гораздо проще. нажимаете просто Ctrl и слэш или же подписывающий знак и комментарии убираются или наоборот ссылаются. Также я хотел вам сегодня рассказать тег Spam используется он для того, чтобы выделить какую-то часть информации в других тегах и допустим установить свой стиль или же размер что угодно. Часто его используют для создания цвета допустим другого или размера заклавные буквы в тексте. Делается это очень просто. Вот наш тег Spam допустим вот Florem подключен ли у нас CSS нет не подключен давайте быстрее его подключу чтобы вам показать допустим наш Spam add add source есть в тексте смотрим что получилось видим что наша главная буква увеличилась что ж на этом все спасибо за просмотр смотрите следующие уроки подключи подключи подключи